Приветище! Это бесконечный цилиндр и наш колобок-пылесос. Ого! А это что за пирамидка? Что тут такое? Пещера какая-то. Там механизм даже есть. Это лифт. Давай спустимся. Мне бы по-хорошему подхилиться. Съесть пару жучков бы. Всё, мы спустились. Ооо! Сколько тут блестяшек! Блестяшек! Сундуки? Да ладно! Я на сокровищницу набрёл какую-то. Обалдеть! Как это открыть? Можно открыть? Пожалуйста, пожалуйста. Какие-то семена нашёл. Нам тут говорят, что не всё, что ты находишь, можно съесть. Некоторые продукты находятся в жёсткой скорлупе, и её нужно как-то разломать. Некоторые можно попробовать скормить существам, некоторые попробовать разбить самому. Там, об камне или ещё об что-нибудь. Вот, давай я сейчас возьму эту штуку и попробую разбить об камень. О! Разбил! Ха! Ой-ой-ой! Не-не-не-не! Кристаллик? Это кристаллик или что? Какая-то фигня, какую-то фигню взял. Сейчас мы съедим вон ту штуку, которая от нас укатывается. Да давай, 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 спускайся! Шо-шо это такое? Ну-ка, давай сидим. Кого это? Я превращусь. Ох ты! Короче, я теперь как черепаха. Смотри, какой панцирь у меня жёсткий. Ну, круто. Теперь меня не все смогут сожрать. А вот это что за камни тут? Какие-то минералы. Странно. Для чего эти минералы? А вот это звёздочка для чего? О, её можно съесть, прикинь. Ну-ка. В общем, я сожрал эту звёздочку, и это, оказывается, минералоперерабатывальщик. То есть теперь, смотри, вот эта штука у меня. Блин, а панцирь-то мой где? Чёрт, надо было эту звёздочку кому-нибудь другому скормить. Короче, вот эта штука, это минералоперерабатывальщик. И вот я собрал минерал, видишь, у меня он в инвентаре висит. И он сейчас перерабатывается. Во что переработается, мы сейчас узнаем. Короче, минерал переработался, но я так и не понял во что. Он просто исчез из инвентаря. О-о-о, кристаллики! Обожаете сверкающие кристаллики. Если честно, я похож на какого-то комара без крылышек, смотри. И с огромным хоботком. Просто, ну, что за чудище мозговитое. Хочу, короче, подбежать к вот этой вот жопе ходящей. И скормить ему минерал. Посмотреть, что с ним будет. Эй, жопа! Держи минерал. Ему пофиг. Ну и ладно. А-а-а! Я понял. Короче, вот эти минералы, когда я их перерабатываю, они дают мне кристаллы. Всё, я въехал. Я въехал. Что-то ещё засосал. Подожди, давай в этот раз я вот эту присоску, я её выплюну. И дам съесть её кому-нибудь другому. Потому что она может нас превратить в кого-то иного. Давай сидим, посмотрим, в кого мы превратимся. Кстати, хп восстановилось, это круто. Водяной процессор. Ну, это как с минерал-перерабатывальщиком. Всё, что попадёт в мой хобот, перерабатывается в воду. Короче, смотри. Я теперь могу из инвентаря соседнего существа перетаскивать в инвентарь другого. Это очень круто. И всё, что я теперь перекидываю вот этому существу, у которого процессор водяной есть, он будет всё это перерабатывать в воду. Офигеть, да? Вот как он теперь выглядит у нас. Забавный чудик. Так, ладно. А в колобках, кстати, спокойно сможет превратиться? Ну да, без проблем. Хочу найти где-нибудь инкубатор и яйцо вот этого существа, чтобы вырастить. Чтобы вырастить. О, ещё яйца есть. Но эти яйца нам не нужны пока что, потому что у нас с ногами всё в порядке. Ух ты, ты посмотри, где пирамида-то стоит. Она на каком-то небольшом островке, вон. И там внизу куча токсичного яда. А ещё за мной летает вот это существо. Ну, чтобы палить. Оно тошло от нас. Ребят, заливайте его. Ой-ой-ой, бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. А, всё, он отлетел. Я испугался. Улиточку давай польём. С другой стороны в эту пирамиду есть вход. Ну, пойдём заглянем туда. Сияет она так же, как мой лоб. Так, надо переключиться на другого чувака. Где у меня чувак, который обладает сверхспособностью? Вот. Вот этот чувак у нас очень умный. Пойдём внутрь. Может, там новые знакомства нас ждут. Тапу. А, вот, собственно, и тело человека. Его конструкция. Причём, смотри, у него правая нога. Это ещё одно тело человека, только без рук. Интересно, интересно. В этом странном, жутком месте Требухум почувствовал, как что-то ему начало навеивать воспоминания. В этом месте была великая сила. Что-то из тех дней, когда ещё даже старейшины были слишком молоды. Возможно, это как-то нам поможет. И чем же нам это должно помочь? Вот эти штуки собрать, засосать. Ага. Это можно съесть. Так. Ну ладно, давай, допустим, я съем это. Во что я превращусь? Растительность на башке у меня появилась. Шикарно. Написано, что это растение умеет перерабатывать токсичный газ в нормальный кислород и ещё может привлекать своим запахом маленьких всяких насекомых. Ну-ка, ребят, я вас привлекаю. Вам интересно мои новые раст... Смотри, они скапливаются надо мной. Хо-хо-хо. Им нравится моя новая растительность. Чё, теперь повелитель мух, что ли? Ребята, я здесь. Лейте сюда. Ну реально, они надо мной кружат. Забавно. Пойдём ещё вот это тоже соберём на всякие пожарные. Может пригодится. Прикинь, я, короче, гуданул и каким-то образом сбил вот этих... Они скинули свои попцы и улетели. О, а там что-то сияющее есть. Ну-ка, пойдём туда. Тут можно что-то водой полить. Водой. А, вон цветок, смотри, я вижу цветок. Он прям на него показывает. Так, давай попробуем залить. Достанем. Давай. Есть. И что это такое? Какое-то яйцо. Так, яйцо мы скормим кому-нибудь другому. Например, нашему кубмастеру. Буду звать его кубмастер. В кого ты превратишься? Давай, съедай это яйцо. Третий глаз. Этот третий глаз будет отвечать за поиски ресурсов. Я могу его настроить так, чтобы он нашёл мне какие-то грибы или растения. Ну или что-нибудь для достижения целей. Короче, смотри, захожу в компендиум. И вот тут у меня все растения, которые я ранее находил. Я их запомнил. И теперь при помощи своего третьего глаза я его могу открыть. Как бы, смотри. Вот, я открыл третий глаз. И теперь этот третий глаз будет искать вот этот эмбер ей. Забавно. Ладно, пойдём. Вон до того светлячка дойдём. Посмотрим, что тут такое. Ой. Чё-то активировал. Светлячок, тебя можно засосать? Не, его нельзя. Его нельзя. Короче, насеком... А-а-а-а, я понял. Я понял, 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 понял. Сюда нужно приволочь. Мне нужен вот этот чувак с растительностью на башке. Да блин. Вот. Сюда нужно приманить несколько насекомых. Сколько именно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь насекомых. И сейчас я это попробую сделать. Ребятульки, мне нужна ваша помощь. Летите сюда. Ребят, давайте, залетайте. Мне нужны ещё. Ещё, ребята. Идите сюда. Идите. Идите к папке. Так. Давайте, теперь сюда. Come on, baby. Come on. Кому я всех забрал. Чёрт, они... Они лопаются почему-то. Так. Во-во-во-во, смотри-смотри. Активировалось. И что же ещё? Я карту разблокировал. Ну круто же. Здесь, короче, описание, которое я, к сожалению, не могу листать. Но тут описано о третьем глазе. О его предназначении. Ладно. Мы уже в курсе о его предназначении. А вот это что такое? Можно я это заберу? А, это минералы. Я сейчас их переработаю в кристаллики. Что, что я сюда заглянул? Смотри, там вон есть сундучок наверху. Пойдём залезем. По крайней мере, попытаемся. Хотя, мне кажется, что мы туда не залезем. Короче, чтобы сюда залезть, нам поможет вот этот чувачок с ножками кузнечика. Опа. И что у нас тут? Давай, открывайся, открывайся. Ага. Ещё одна какая-то штука, которую нужно разбить. Сейчас попробуем разбить её. Вот эту стеночку. Ну-ка. О! Панцирь! Панцирь, я думаю, достанется... Ну вот этому синенькому чуваку учёбы нет. Давай, съедай его. Блин! Панцирь появился, а процессор водяной исчез. Ну так нечестно. Ну ладно, зато я теперь в танке. К тому же, зачем нам водяной процессор, когда есть очень много воды, которую я могу всосать своим хоботом? Всё, двери тут закрылись. Ого, это чё за здоровая штука? Что за странный зверь скрывался за цилиндром? Эта загадка всерьёз тревожила нашего Трибухума. Но, несмотря на то, что любопытство имело место быть, Трибухумы посчитали, что лучше этого не знать. Получается, что за цилиндром есть жизнь. Иная, правда, не такая, которая была ранее. Но... Она есть. Кстати, насчёт третьего глаза. Вот давай, включим поиски вот этих вот червяков. Посмотрим, как они будут отражаться. А, вон снизу, смотри, детектор появился. И вот он указывает на него, на этого червяка. Прикольно. Только его засосали. Смотри, смотри, смотри. Улитка без своего панциря. Стой, 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 стой. Я улитку спнул, а яйцо забрал. Круто. А чё это ты со своего панциря вылезла? Первый раз, кстати, видел, чтобы улитка выбиралась из своего панциря. Офигеть. Так, ладно. Разобьём сейчас эту же мчужину. Здесь её, конечно, можно разбить. Сейчас попробуем разбить оба вот этот камень. Да, разбили. Ну и сидим его тогда. Посмотрим, что это нам даст. Надеюсь, я не буду перемещаться, как улитка. Это было бы не очень круто. Ё-моё. Мерцающая кожа. Забавно. Может быть, теперь улитки меня будут принимать за своего? Пойдём, сходим. Эй, улитка, смотри, какой я красивый, мерцающий. Я типа твой бро. Но всё равно она боится. Ну и ладно. Смотри-ка, там внизу какие-то огромные грибы есть. И там очень много блестяшек. Вон там, вон, сверкают. Туда можно... Подожди. Может быть, вот этот чувак у меня сможет сопротивляться газу? Давай сюда залезем. Вниз. Ребята, вы только осторожнее. Не задохнитесь тут, пожалуйста. Блин. Как бы вас тут оставить? Они-то по-любому задохнутся, потому что у них нет волосатости на башке. Ладно, не буду рисковать своей группой. Короче, не полезу я туда. Пойдём лучше дальше разведывать территорию. К нам привязался вот этот зелебоба вонючий. Давайте-ка, ребята, зальём его водицей. Он у нас упал. С кота база. Смотри, вот он упал. Яд здесь у нас есть. И мне всё равно от этого яда. Хотя, как сказать, у меня там что-то со здоровьем проблемы какие-то. Бежим. О, яйцо. Яйцо нашего сородича. Я могу его забрать и вырастить. Но проблема в том, что я не знаю, где тут инкубатор находится. Нужно его найти. Во, смотри, яйцо, яйцо, яйцо. Я нашёл яйца, яйца, яйца. Вот эти яйца я тоже хочу вырастить. А можно их разбить об цилиндр, например? Давай. Нет, об цилиндр никак не разбить, походу. О, можно разбить. Прикинь, я разбил. И кажется, это можно съесть. Давай попробуем. А, она здоровье восполняет. Ну круто. Нам как раз надо восполнить здоровье. О, да. Всё, теперь мы знаем, для чего яйца нужны. Тут вот есть небольшой выступ, по которому я могу лазить. И могу добраться до гриба, в принципе. Что мы сейчас и сделаем. Прыгаем к грибу. О, нифига себе, он как попрыгает. Как батут. Классно. То есть я теперь могу спокойно душой вниз прыгать. Ну давай. Ага. Несмотря на свою траву на башке. Блин, 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 блин. Ребята, вылазим, вылазим срочно отсюда. Да блин, запрыгни ты на... На гриб запрыгни. Блин, он сдох. Надо забрать, забрать всё, что мы там можем унести. Хотя, смотри, я могу его оживить. Ему как бы плохо, но я могу его оживить, потому что у меня есть кристаллики. Что я сейчас и сделаю. Давай, пойдём, друга, наживлять. Давай, давай, давай. Есть. Есть, отлично. Всё, выбираемся отсюда, ребят. Выбираемся наверх. Вот так вот. Давайте, 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 давайте. Причём пошёл пацаном в каске и спас своего друга. Вообще красава. Как и настоящий вояка. Всё, мы все живы. Фух, я думал, я тебя потерял, бро. Мы же с тобой с самого начала. Я не мог тебе потерять, Тева. Значит, трава нам от токсичности не поможет. Нам нужно что-то другое искать. Короче, у нас закончилась вода, и мне написали, что нужно срочно её найти. Иначе я высохну. Но мы знаем, что вода содержится вот в этой штуке, которая есть в деревьях. В прошлый раз мы выяснили, что это некая роса. Всё, пополняем водяной запас. В общем, в этой части земли тут очень жарко, и мы потихонечку иссыхаем. Поэтому тут и был водяной процессор. Водычка, водычка, водычка. Сейчас восполним мы запас. Запас жидкости у нас восполнен. Это очень хорошо. Короче, смотри. Теперь мы можем либо пройти через вот этот барьер ещё раз, но тогда активизируется бесконечный цилиндр, что не очень бы хотелось. Либо искать то, что будет поглощать токсины, вот эти вот зелёные, и спускаться вниз. Но ещё мы можем вот туда налево сходить. Что, в принципе, сейчас и сделаем. Так, что-то я застрял. Вот так вот. О-о-о-о, смотри. Я нашёл инкубатор. Нужно вернуться за яйцом и принести его сюда. Забираем яйцо. Блин, наконец-то я его притащил. Такой круг делал. О, видишь, та стелла светящаяся? Там левее было гнездо. Я оттуда пёрся сюда, вокруг. Фух. Ну, кто у нас тут вылупится? Как тебя будут звать? Готэ! Ну и шикарно. Нас снова четверо. Круто. Пошли. Я тут видел одно существо интересное. Оно, скорее всего, уже убежало. Убежало. Да. А, нет, вон оно, смотри, бродит. Такой комок шерсти четырёх ногий. С несколькими хоботками. Вон, он, видишь, вдалеке. За бугор зашёл. А тут что? О, тут какой-то проходик есть. Гляди-ка. Так, стойте. Барьеру сильно близко не подходим. Тут есть грибы, есть снег. А-а-а, снег. А шерсти ни у кого нету. Надо где-то шерсть найти. Там ещё один инкубатор. Ничего себе. О-о-о. Прикинь, он, короче, упал и размозил вон того кузнеца. Но он мощный. Ну что ж, на этом прекрасном фоне, я думаю, что стоит закругляться. Мы и так сегодня с тобой много чего преодолели. И если тебе нравится эта игруха, то не забывай ставить ей лайк под этим видео. И подписываться, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok